Девушки отдыхают 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 Ты чё, мля, отвез? Криво, да, поправляй! Не, ну ты, мля, давай, тяни, мля! Тартанесна, ты, глядя, вчера кормили нам! Твою больницу! Твою больницу, пока не подбавил тут всё нас! Ха, горела, жара наработана! Мля, какие же они тупые, да! Третий, мля, восход, пошёл. Сразу что? Казарь! Казарь! Не надо, казарь, я не хотел! Хлебала, завалил, мля! Учиться буду! Минца, почти, не надо учиться! Заткнись на! Я тебя умы, славы! М between you and me Все, твое, тебе, короче, по лестнице! Пройдёшь хату для тареи, потом горим А там уже хата самого буглая будет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Убить их! Артём, приготовился! Нужно прикончить этот собак! Сука, бля! Тёмыч, что происходит? Гюнь, ты слаба и ценишь слабых! Но мир живёт по совсем другим правилам! Всегда побеждает сильнейший! Наша сила в единстве, в вере сплотившей наших подопечных! И именно благодаря этой вере мы можем защитить их! Направить их! И дать им скидку в пустыне! Лови гранату! Натыкю! И не смущаешь моих подопечных! Они видят тебе некий символ! Вокруг тебя измерительница! Это такая аура! Запретности! Буддарство! Аура никому не нужны проблемные! Но твоя смерть не может ещё развеять! Почему замолчал, а? Артём! Я пойду туда, пока собака не убежал совсем! Его поймать и дверь тебе открыть! Держись! Куда собрался трепач? Вот ты где! Получай-ка! Аааааа! Убери же! Куда падлы! Прошла! Наши... Тебя! а а получай вот это бойня ты я смотрю не сдерживался ничего себе вот значит о каком плане говорила какого черта у вас там происходит уходите оттуда я пошлю ребят прикрыть отход дверь поддается артем давай поднажмем артем и вот Артём, убери голову. Ворота открыты. Цепляем цистерну. Выдал мой народ надежда. Я это никогда не забуду. Но война для меня только началась. А теперь надо закончить дело. Уходим, Артём. Спасибо, что помог моему народу. Я у тебя в долгу. Жив, зайчонок. Я так волновалась. Фанатики с Волги. Людоеды из бункера в горах. Рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда? А война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться? Всё же терять надежду рано. Мы всё ближе к нашей мечте. Найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпяже Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Продолжение следует... Кашель этот дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а всё не отпускает. Из чего только крест крутит... эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стоп почти накрыт. Одну минуту, Стёпа. Мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдём? Или побудем ещё? Так хорошо. Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу Скатей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих всё совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, отчего мама умерла? Нет, конечно. Отец её довёл. Он тогда ещё жёстче был. Придёт со службы, сапоги скинет, а у самого лицо всё перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много. Всё за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня. Говорит, мы с тобой, а поедем когда-нибудь в мой родной город, Владивосток. А оттуда в посёлок, что на самом берегу океана. Мне тогда пять лет было. Мало что понимала. Но посёлок, и даже океан, могла себе представить. Потому что верила ей. Верила, что поедем. А потом она с собой покончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше на меня внимания особо не обращала. Когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про неё мы с ним за всё время говорили, только пару раз и всё. У меня кукла была, Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка, и мы поехали на океан. Потом отец спрятал её куда-то. Сказал, что потерялась. Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучил. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь и я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой. Мечта сбывается. Кстати, мне всегда было интересно, о чём папа мечтает? Он же должен уметь мечтать. Так вот о чём? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землёй сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живёт? Что ему надо для счастья? Может и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро о таком как-то не думается. А тут, наверху, другое дело. Я вот знаю, что хочу. Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя похож. Потом бежим купаться. Вода тёплая, за спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будет каждый день. Поднимаются огромные, прямо из воды. И бухта эта наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира ехать. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте. Куда он рвётся и где может, наконец, успокоиться. У всех наших свой. Вот подняли колпак, выпустили нас из метро, и мы разбегаемся. Но не сразу. Сначала по инерции ещё вместе бежим. Бежим. Туда ткнёмся, сюда. Но каждый свою точку найдёт. И там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца, Артёма. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень. И не знаю, где ты.